Уважаемые студенты третьего курса, мы продолжаем изучение дисциплины «Новой истории стран Европы и Америки». На прошлой лекции мы с вами начали тему «Франция в новое время», рассказали о том, что собой представляла страна к началу нового времени, о том, что такое фронта, о французском абсолютизме, о французском просвещении, и подошли к началу революции, остановились на событиях, связанных с взятием Бастилии 14 июля 1789 года. Это теперь национальный праздник Франции главный, который отмечается ежегодно. Все французы во всем мире отмечают день взятия Бастилии. На прошлой лекции я вас ознакомил со списком литературы. Посмотрите, это основная литература по данной теме. Это дополнительная литература, включая труды французских просветителей, включая труды биографического характера. А последующая литература, связанная с личностью Наполеона Бонапарта и Наполеонской войны, будет нам нужна для третьей лекции. Итак, мы с вами начали говорить о новой истории Франции, дошли к началу фактически революции. И здесь мы подходим к вопросу о том, что произошло после взятия Бастилии. Для удобства я открою хронологическую таблицу, и мы посмотрим с вами о том, что происходит после взятия Бастилии 14 июля 1789 года. Уже буквально через три недели, 4 августа, во Франции полностью отменяется феодальный строй. 26 августа принимается важнейший документ Декларации прав человека и гражданина, основанный на идее эгалитаризма Жан-Жака Руссо. В первой статье этой Декларации говорится, что французы, люди рождаются равными и остаются равными в правах. То есть человек рождается равным в правах и живет равным в правах. То есть декларируется равенство в правах. И также в этой Декларации прав человека и гражданина говорится обо всем комплексе, как мы их называем, буржуарных свобод. Свобода совести, свобода печати, собраний, вероисповедания, непрофессиональности жилища и так далее. То есть весь комплекс буржуарных свобод. И осенью того же 1789 года начинается создание революционных кружков и клубов. Вот создается общество друзей Конституции. Чаще его называли Якобинский клуб по месту заседаний этого клуба. Он проходил в здании монастыря Святого Якоба в библиотеке этого здания. Это был именно клуб, потому что был вступительный взнос, были ежегодные членские взносы. То есть, ну, беднота, я думаю, не могла в таких клубах состоять. То есть это были люди такого среднего достатка и образованные люди. Такая интеллигенция, буржуазия французская. Лидером Якобинского клуба был молодой адвокат Максимилан Робеспьер. Начала издаваться в это же время газета «Друг народа». Ее главным издательным автором был Жан-Поль Марат, который получил это почетное прозвище «Друг народа» по названию своей газеты. Тоже будущий якобинец и лидер французской революции. 2 ноября был принят декрет о секуляризации церковных владений, конфискации их и декрет о гражданском устройстве церкви. То есть церковь становилась на службу государства, а священники должны были выполнять государственные функции, ввести государственную пропаганду, идеологию. Многие из них отказались это делать и были за это посажены в тюрьму. А когда, забегая вперед, начинаются войны против Франции, страны соседей, то будут случаи расправы над этими священниками в тюрьмах. То есть очень многие священники пострадали. А в 1790 году был основан клуб кордильеров, тоже по названию библиотеки монастыря монахов-францисканцев-кордильеров. Корда по-французски. И веревка, то есть это монахи, которые подпоясывались веревкой. Лидерами этого клуба были тоже известные личности, юристы Жорж Д'Антон и Камил Демулен. Также был основан социальный кружок Фаше, очень известного французского оратора, публициста, который собирал на свои митинги тысячи людей. В 1791 году, 21 июня, прошло очень интересное событие в истории Франции. Попытка бегства короля из Парижа, так называемый Варенский кризис. То есть короля попытались спасти, его ночью посадили в карету, пытались вывезти из Парижа на восток, русской границы, где его ждали сторонники. Но в небольшом местечке Варен, почтовый служащий, идя на работу, в окне кареты увидел профиль короля. Достал из кармана монету Луи Дор, то есть золотая монета с профилем Луи Людовика. Сравнил профиль на монете с профилем в окне кареты, понял, что это король, который пытается бежать из Парижа. Поднял тревогу и король был возвращен в Париж для последующего суда. Его дальше будут судить и казнят. И вот 27 августа 1991 года была принята Пильницкая декларация в Пильницком замке. Император Австрии Леопольд II и прусский король Фридрих Вильгельм II приняли декларацию, где заявили, что то, что происходит во Франции, недопустимо. Что там пытаются устранить монархию, что пытаются распространить революцию на соседние страны. Эти две стороны заключили между собой военный союз. Так возникла первая антифранцузская коалиция. То есть Австрия и Пруссия составили первую антифранцузскую коалицию. Этих коалиций в дальнейшем будет множество. В них будет входить и Россия, и Швеция, и многие другие страны. И в сентябре 1991 года была выработана буржуазная конституция, по которой во Франции устанавливался режим конституционной монархии. И получается, что учительное собрание завершило свою работу. И с 1 октября начало заседание национального законодательного собрания, которое продолжило выработку документов, связанных с буржуазной революцией. И вот дальше события 1792 года. 20 апреля, не дожидаясь агрессивных действий со стороны первой антифранцузской коалиции, Франция сама объявляет войну. Австрия. Это было начало революционных войн. В конце апреля саперный капитан Ружеде Лиль создает Марсельезу. Это нынешний гимн Франции. Там, где слава, что мы защищаем родину, мы против тирании и так далее. Эту песню принес с собой марсельский волонтерский батальон в Париж. Поэтому она и называется Марсельеза. В честь этого батальона из Марселя. Ныне это гимн Франции. Прям нынешний. 11 июля был опубликован декрет отечественного опасности. Объявлена всеобщая мобилизация. 10 августа в ходе стихийного восстания была свергнута во Франции монархия. Король заключен в замок Тамбль. И скоро не начнется на нем суд. Первая победа французов 20 сентября. Битву в Альми. А в этот же день открыли заседание национального конвента. И первым актом была отменена королевская власть. 21 сентября во Франции отменяет отмена королевской власти. А 22 сентября Франция проглашается республикой. Это первая республика во Франции. Режим первой республики был установлен. А сейчас, напомню, во Франции режим пятой республики. Сколько раз Франция меняла общественный строй с тех пор. 21 января 1793 года по приговору суда Людовик XVI, еще один европейский монарх, после Карла I Стюарта, был гильотинирован, был казнен. Ему отрубили голову при помощи специальной машины для отрубания голов, которую придумал французский инженер Гелиотен. А в марте 1793 года начался райлистский, то есть прокоролевский мятеж в департаменте Вандея. Он продолжался несколько лет. Само слово Вандея стало символом длительного мятежа, длительного сопротивления. Конвенция отдает революционный трибунал в ответ на эти все мятежи, создает комитет общественного спасения. А также происходит внутренний переворот среди революционеров, среди тех, кто эту революцию осуществил. Дело в том, что в конвенте были две крупные группировки. Это якобинцы и жерандисты. Жерандисты это более умеренная буржуазная группа. Их называли жерандистами, потому что это была группировка депутатов конвента в основном из департамента жеронда. Также их называли бресатинцами, потому что лидерами этой жерандистской группировки были Бресо и Верньо. И в этой внутренней борьбе, это мне напоминает борьбу между индепендентами и присвятерянами в Англии, более активные, более левые, более активно настроенные якобинцы берут вверх. Жерандисты были арестованы. А Максиан Робеспьер, их лидер, возглавил Комитет общественного спасения. После чего был принят закон о временном революционном порядке управления. Тюрьмы были переполнены. Был принят закон о подозрительных. То есть все, кто властям казался подозрительным, контрреволюционерам, или роялистам, или пособникам заграничных сил антифранцузских, их арестовывали. Вслед за этим проводится, то есть возникает движение дехристианизации, был введен вместо христианского культа культ разума и был введен революционный календарь, по которому 22 сентября 1792 года продолжался первым днем новой эры. Республиканская эра во Франции. То есть начался отчет времени для Франции заново. Были изменены даже месяцы. То есть обычные месяцы нам привычные были заменены на другие, связанные с явлениями природы. Брюмер, Термидор, Приреаль, Жерминаль и так далее. И вот лидеры Умеренного крыла, Дантон, Демулен и другие лидеры Умеренных были казнены 5 апреля 1994 года. Это пик якубинской диктатуры. И многие стали уже бояться продолжения вот этого революционного террора. Возникла, возник заговор против Робеспьера и его сторонников. И 27 июля или 9 термидора по вот новому французскому календарю революционному Робеспьер, Сен-Жуст, Кутон и другие лидеры якубинцев были арестованы. Это происходит падение якубинской диктатуры. Вот. И сразу же на следующий день происходит казнь Робеспьера и других лидеров якубинцев и начало термидорианской реакции. После ареста и между арестом и казнью была попытка отбить Робеспьера и даже в принципе она была удачной, но верные якубинцам войска не были брошены на здание допустим конвента, не были предпринят решительные меры и в общем-то сторонники вот этого переворота государственного они организовались быстренько и в ходе штурма многие были ранены убиты Робеспьер и другие были вновь арестованы и на следующий день очень быстренько после даже без суда после просто формального удостоверения личности лидеры якубинцев были казнены и началась так называемая термидорианская реакция потому что переворот произошел девятого термидора да вот и так с 1795 по 99 годы во Франции был установлен режим директории директория переводится как власть пяти да вот и лидерами среди этих пяти правителей были Баррас и Тольен это представители новой волны французской буржуазии очень рыбактевшей во время вот этого революционного террора этих революционных событий вот и постепенно на ведущей роли во Франции во французской армии и политике выдвигается молодой генерал Наполеон Бонапарт в 1796 году он был назначен командующим французской армии предназначенной для похода в Италию Италия тогда находилась под контролем Австро-Венгрии и вот в течение двух лет вторгшись в Италию с севера Наполеон Бонапарт разбил в нескольких сражениях своих противников и установил на территории Италии несколько а также Швейцарии и некоторых других территорий европейских установил такие профранцузские прореволюционные режимы во главе некоторых этих республик новых созданных в дальнейшем будут посажены родные братья Наполеона Бонапарта а успешная военная карьера Наполеона Бонапарта была продолжена в 1798 и 1799 годах когда им были предприняты египетские и сирийские походы первый был достаточно удачным Египет был захвачен французами сирийский был не очень удачным там осада одной из крепостей была очень неудачной Наполеон пришлось вернуться в Египет а выяснилось что антифранцузская коалиция очередная в которую вступила Россия в этот момент разбила французские войска которые были в Италии то есть все завоевания Наполеона в Италии были опрокинуты так сказать ликвидированы и Наполеон Бонапарт бросив армию свою в Египте на одном только корабле со своими ближайшими только соратниками бежал на территорию Франции и он попал сюда вовремя потому что 9 ноября или 18 примера по новому стилю 1999 года во Франции происходит очередной государственный переворот происходит свержение режима директории и установление режима консульства то есть Наполеон Бонапарт вернувшись фактически дезертировав так сказать из Египта становится так сказать во главе переворота его назначают комендантом парижского гарнизона и он становится одним из трех консулов Франции ну и несколько контрольных вопросов да вот итак когда была принята декларация прав человека и гражданина кто был лидером Якобинского клуба что такое Варенский кризис о чем была Пильницкая декларация и кто автор Марсельезы нынешнего гимна Франции вот эти пять контрольных вопросов заключения на этом все благодарю за внимание